привет друзья сегодня у нас новый день и сегодня я хочу познакомить вас с моими морскими свинками вы давно просите и вот наконец-то я собралась и готова это сделать по порядку я сейчас буду доставать и показывать и расскажу немножко каждый из них и так это у нас люсинда вот такая она толстая и большая не знаю что рассказывать ей уже много лет она уже старенькая пенсионер очка вот такая вот люся мы ее зовем так она люсинда она у меня немножко болеет все хорошо у нее подкожный клещ и поэтому у нее выпадает очень сильно шерсть это уже к сожалению это уже к сожалению невозможно вылечить ну то есть слишком много будет потрачено средств на лечение а ну смысла особого нет потому что она уже старенькая и в общем-то по жизни ей это особо не мешает да и нам особо не мешает поэтому я уже уходила к ветеринару все спрашивала и когда она была маленькая это имело смысл а сейчас уже не имеет особого смысла это лечение поэтому я в принципе привыкла у нас тоже все привыкли но немножко лезет шерсть иногда вот по весне и осенью очень сильно выпадает но это не не как бы сказать не критично вот она пугливая сколько она уже лет у меня живет на лет пять или шесть она пугливая она все время ныкается все время прячется вот она очень такая умудренная опытом холостячка мне никогда не было самца и она изначально сидела в клетке вместе с жориком это вторая свинка но потом их пришлось рассадить потому что они очень жестко подрались вот поэтому пришлось отсадить так что вот такая вот люси у нас люсин дочка я обсажу потому что она ну трусливая боится поэтому у нее уже вот мозольки на лапках и она ожирение у нее в последней стадии так что вот так вот сейчас покажу жорик а вот знакомьтесь это жорик маленький обмылок почему обмылок потому что он все время вырывается как кусок мыла в душе и все время ему надо куда-то бежать 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 торопиться вот они оба трехцветные но люси как вы видели она абсолютно белая и у нее только на мордочке да одно ухо черное одно рыжие жорик у меня вот такой вот у него черная попка и на башке черное пятнышко так он весь вот такой вот пятнистый жорик у нас тоже примерно столько же времени уже лет пять или шесть и он ко мне попал когда еще был вот такого размера то есть чуть меньше ладошки вот он более ручной то есть он любит когда его берут на ручки когда ласкают и он на такие иногда звуки издает приятные то есть он балдеет вот принципе на ручках он любит сидеть он тоже не совсем здоровый у него аллергия на промышленный корм вот поэтому ну мы вначале его кормили как и люсю то есть покупали корм и какие-то гранулы и прочее прочее но потом он стал очень сильно чесаться вплоть до того что он себя покусал до крови расчесал это место мы носили его к ветеринару и ветеринар сказала что у него аллергия вот он попискивает у него аллергия на промышленный корм то есть на то что в принципе продают вот в коробках пакетах это ему нельзя вот так он ест у нас овсяные хлопья сено ну и фрукты овощи как и люся в то время как люся она ест все подряд ей вообще все равно вот и у жорика у него вот тут вот на спинке еще осталось это место где он себя расчесал там у него выпала шерсть и она там не растет вот такой вот джорик он поменьше размером не такой толстый маленький юркий такой вот он очень любит общение вот он прижался поопискивает ему приятно ему нравится вот тоже немножко трусливость осталось но все таки люся к нам попала она уже была взрослая то есть ей был год или чуть больше года а жорик был совсем маленький то есть буквально там несколько месяцев ему было все на со временем он привык к рукам и ему это нравится люси так и не привыкла вот такой вот жорик но тоже уже можно считать что старенький то есть у них с люси разница примерно год там может быть девять месяцев или десять но вот такой вот ручной можно сказать не знаю что еще сказать вот такие вот хрюшки посажу его а то еще описается вот он видите он не сидит ему надо куда-то бежать вырываться вырываться надо куда вот свое мнение надо высказать на этот счет вот слышите не знаю будет ли слышно на видео в общем вот такой жорик а и когда они сидели вместе изначально алюсе на него напала и покусала ему ушки и у него на ушках есть такие как бы выдранные кусочки то есть неровные ушки кругленькие краешек неровные а там как будто выдранные куски и после этого я их рассадила и они у меня холостяки оба и сидят отдельно вот так вот такой маленький жорик жора обмылок вот вот такое было знакомство я думаю что было интересно послушать еще хотела добавить что по характеру они абсолютно разные и в плане еды тоже у каждого свои предпочтения например жорик обожает помидоры в то время как люся вообще их не ест и даже ну не нюхает и дать понюхать она отвернется таким видом что ты ей гадость предлагаешь вот например жорик любит арбузы дыни бананы то время как люся она избирательная она например мясистые арбузы она есть будет а если корочка тонкая то не будет ну как бы погрызет для профорога да и бросит к дыне она не очень относится ну то есть вот так вот знаете у каждого свои предпочтения даже когда свежую травку даешь летом они тоже по-разному едят вот жорик любит одуванчики например даже нет скорее не одуванчики а он любит какую-то такую простую травку вот длинненькую а ну одуванчики так нейтрально люся очень любит одуванчики и любит вот эти палочки от цветоносов от одуванчиков то есть у нее это лакомство к другой траве она нейтрально относится так что вот так вот со временем как бы вот когда живешь имеешь да свинок у каждой раскрывается свой характер свои какие-то вкусовые предпочтения часто когда приходишь на кухню начинаешь шуршать чем-то там в холодильник полез они начинают верещать значит уже проголодались уже хотят что с ними тоже поделились вот в общем то довольно забавные животные и я уже много лет как бы у меня свинки я даже уже сбилась со счета сколько первая свинка у меня жила 9 лет это свинка долгожитель и она была практически членом семьи я очень не переживала когда она ушла на радугу вот ну так так было уже время она тоже болела там я не буду рассказывать в общем это был тяжелый для меня потом как то я не смогла без свинок и периодически их приобретала вот и это мои последние свинки я думаю что с алисой просто невозможно еще кого-то заводить вот поэтому после этих свинок вряд ли я буду свиней заводить как то я немножко подустала от них слишком много животных вот и все животные разные скажем так и каждому нужен свой подход вот поэтому наверное это мои последние свинки и пока я больше не хочу вот немножко я и устала от них и как-то поднадоели и алиска тоже она требует внимания не всегда хватает еще внимания на свиней вот так что вот так вот такое было знакомство если было интересно и ставим пальчики вверх если понравились свинюшки обязательно ставим лайки я буду знать что они вам понравились вот и ну поехали продолжаем наш влог и так вчера пекла пирог с вишней вот такой он получился белый почему то не знаю подозревая что дело в молоке попробую еще другой раз сделать с другим молоком и буду наверное сниму вам тоже рецепт потому что пирог очень классный вообще он должен был изменить свой цвет в процессе термообработки то есть запекания и тесто должно было стать не не остаться белым а стать вот коричневым как оно внизу и почему то ну вот я подозреваю что дело в молоке то есть может быть структура молока была не та поэтому у меня получилось не так как должно было по рецепту пирог я этот делаю уже не первый раз но вот первый раз он не получился точнее он получился но не так как должен был вот так что рецепт думаю что скоро появится ну скоро как все таки нельзя часто такое готовить вот носим постараюсь снять для вас рецептик так что если кто не подписан подписывайтесь будет у меня вкусный рецептик еще я вам обещала булочки с маком тоже я помню вот все будет хочу закончить свой влог на позитивной ноте у нас солнечная погода уже четыре дня солнышко и чувствуется что солнышко греет уже начинает таять снег уже чувствуется что вот 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 уже скоро март потом апрель и и потом лето так что на этой позитивной ноте с позитивным настроением что скоро у нас ждет тепло зеленая травка и горячее солнышко я с вами прощаюсь до следующих влогов подписывайтесь ставьте пальчики вверх и увидимся с вами в следующих видео пока пока